Сделано на лейбле подкаст-бар. Можно выйти. Привет, меня зовут Лера Крестовская. Это мой подкаст. Он про то, куда приводят мечты. Или любовь, или все и сразу, или одно, или другое. Этот подкаст про отношения. Про отношения, которые заканчиваются разводом, но не заканчиваются никогда. Этот подкаст может быть про то, как не попасть во все это или выйти, ну, как-то покрасивше. Сегодня в гостях. Наташа. Знает итальянский, путешествует одна, но любит большие компании. В 70 планирует стать фотографом. Всегда находится в движении, потому что это и есть жизнь. Наташа, расскажи, кто ты. Мало того, что ты красивая женщина и умная, я подозреваю, тоже. Самый сложный вопрос, кто я. Ты сказала, что ты чемпионка. Да, правильно, чемпионка? Чемпионка вроде как неправильно. Нет, чемпионка. Ну, сейчас... Чемпинизм вроде как надо, но мне режет. Вот поэтому ты кто? Я чемпион. Я чемпион мира по ногтевому дизайну, если так можно сказать. У тебя есть медаль? Или вам там дают большой ноготь на подставке? Нет, ноготь не дали, кубок не дали, медаль дали, да. И ты с этим теперь живешь как-то? Ну, как-то живу, да. Я решила второй раз не пойду. Сейчас я международный тренер по маникюру. Вот неделю назад приехала из Дады. Ничего себе. Два тренинга была. То есть ты еще и владелица салона, надо полагать. 15 лет уже. Одного и того же? Да. Кстати, после пандемии немножко сократила и стала студией маникюра. А вот теперь к интересному. А кто у нас муж, как говорилось в кино, был? Он всегда был каким-то успешным управленцем, директором. Ага. Сначала у него была сеть автосервисов, потом... Он все время был бизнесмен. Он всегда был. Что у вас был за брак? Давай-ка так. Брак. Какой у нас был брак? По любви? Очень посильной любви. Посильной любви. Вот видишь, брак посильной любви. Мне казалось, я падала в обморок и там постоянно, когда думала про его, и в какой-то момент меня моя подруга спрашивает, лет, наверное, 7 уже вместе, а ты его любишь? Я говорю, слушай, мне кажется, я с каждым днем все больше и больше его люблю. Ничего себе. Сейчас сама удивляюсь. И говорят же, как бы, любовь не проходит. А сейчас даже если у меня спросить, что такое любовь, не знаю. Как не проходит? Говорят, любовь живет 3 года. Не верю в это. Вот не согласна. Не проходит все-таки? Не становится сильнее? Или что? Я не знаю. Вот сейчас не знаю, потому что у меня нет любви к нему. У меня нет ненависти, у меня нет обиды никакой. У меня, конечно, к нему глубокое чувство благодарности. Я два года шла к разводу. То есть я два года думала, делала что-то, думала, что можно это все... Ты инициатор развода? Да, я инициатор. Причем не потому, что... Ах ты, козел! Нет. Я это прожила эти два года. Тогда у нас... Если мы вместе на сегодняшний день... Ну, мы развелись, к тому моменту мы 13 лет были вместе, и уже три года было ребенком. Ну, третий год шел ребенком. Ты инициатор развода по причине. Вы любите друг друга. А к тому моменту уже все было достаточно сложно. И, наверное, я бы... Вот как раз потому, что два года я к этому... За эти два года закончилась, наверное, то, что называется любовь. Вот сейчас поэтому я не могу сказать, что любовь не проходит. А куда она делась? В какой момент она стала... Что случилось-то вообще? Наверное, произошло какое-то недопонимание. Знаешь, как бывает... Как в семье. Друг друга надо поддержать. И если ты на волне, да, то я тебя... А я нет. Ну, я вроде бы... Ты меня пытаешься поддержать, поднять на эту же волну. Я окей, спасибо, что ты меня взяла. Ну, взял там с собой, поднял. Я буду держаться за тебя. И если вдруг ты упадешь, я тебя подниму. А здесь как-то начались соревновательные действия. Ты что, круче? Ты чемпион мира? И что? Твое чемпионство? Это было уже потом. Вряд ли это чемпионство. Нет, конечно. Просто потом был как раз-таки неудачный бизнес. И начались проблемы с финансами. А так как моя работа позволяет заработать всегда, не призываю никого идти работать мастером маникюра, но тем не менее... Мы все прекрасно знаем. Не надо платить конкурентов себе правильно. Да-да-да. Я всех научу. Если что, я всех научу. Но тем не менее, мы прекрасно знаем, что когда ты делаешь руками, ты всегда можешь заработать. Потому что если ты супердиректор, ты пока приди и докажи, что ты супердиректор. А если ты суперпарикмахер, ты подстриги один раз, тебе все сразу раз. О, ты крутая. Да, действительно. А там еще возраст 38, что ли, ему был. Он у тебя постарше получается. Четыре, лет на семь, по-моему. Да, все. И я всегда, в общем, была на волне заработки. Он, конечно, старался. Конечно, он старался. Но вот эти все какие-то неудачи, наверное, мужское, опять-таки, начало, в какой-то момент мы поменялись местами. И оба не смогли этого принять, что ли. Не знаю. Как это отразилось на отношениях? Когда два человека в браке. Брак начался с любви. Все друг друга, в принципе, поддерживают. Кто-то перестал друг другу, ну, кто-то кого-то перестал поддерживать в какой-то момент или что? Мне кажется, я никогда даже, вот ты сейчас спрашиваешь, никогда не задумывалась. А, что же такое произошло? Потому что мы же развелись не сразу. Мы же там сто лет, оказывается, к этому шли, получается. То есть не бывает же, люди разводятся. Раз, все, пока. Ну, естественно, были какие-то причины, которые привели к тому, что ты задумалась и стала, в общем, в этом направлении думать, раз твоя инициатива. Думать я начала, все-таки, наверное, после первой женщины. Какой женщина? Это интересный момент. У нас были достаточно сложные отношения, но при этом я всегда старалась быть, старалась быть хорошей женой. Господи, как странно звучит. Но тем не менее старалась. Ты старалась быть хорошей женой для своего мужа. Почему нет? Вот, и у нас была годовщина свадьбы. Спустя 10 лет мы поженились, а поженились, ощущение такое на вот этой вот сложной ситуации жизненной с финансами, а еще и поженились. А зачем мы поженились-то? Вы жили 10 лет, все было нормально, решили приурочить к десятилетию... Знаешь, мне кажется, вот этот был тот период, когда ты начинаешь думать, а в чем смысл жизни? Мы поженились просто так. Тусовки хотелось. Я захотела платье. Ну, то есть, да, ну, да. Закрыли ей штукку. Классная тусовка. Свадьба была потрясающая, до сих пор счастлива, что она была. И когда мы даже развелись, я подумала, свадьба ни при чем. Потому что, правда, это очередная тусовка, это не было там... Вы не вкладывали в это какой-то сакральный смысл? Нет. То есть просто туса? Друзей, гостей, родителей, родственников, позовем, все. Вот. А потом была годовщина свадьбы. Так. Куча фотографий. Тогда еще не было паролей на айфонах. Мой телефон почему-то сел. А я любитель фотографировать. По моему инстаграму видно, что я вечно все фоткаю. Вот. И я на его телефон фоткала. И вот, кстати, кстати... А, мы сейчас мы размотаем. Мое чемпионство было поводом к ревности. Я сидела с его другом, разговаривала. И он интересовался то, что я чемпион мира. А ты был какой-то творческий друг. Ну, такой. И он смотрел мои фотки и восхищался. Естественно, я вот такая... А это был как раз 14-й год, кстати. Это был как раз 14-й. Я только приехала. Прошло там несколько месяцев. Я вот это вот рассказываю, рассказываю. А он преревновал. Его девчонка что-то преревновала. И как-то так. В общем... Преревновали к твоему успеху? Нет, к тому, что мы общаемся. Общаемся, причем он охотно... Муж преревновал, потому что ты общаешься с другом. С его другом. А девушка... Да, что я общаюсь слишком активно с его... С ним, с ее парнем. Ну, как он прям потом мне сказал, это все... В общем, я хотела скинуть себе фотки на свой телефон. Когда все уснули. Ну, ночь была. Мы снимали тогда дом двухэтажный. У нас куча людей было. По всем этим этажам разбросались. А я тут сижу такая, не спится у меня. Все, пока там что-то поделываю. Перекидывая фотки. Здравствуй, Инстаграм. Ой, Ватсап. Тогда еще даже не было Инстаграма в моей голове. Какая-то переписка с какой-то девчонкой. Ничего особенного, но это девчонка, да? Я там раскручаю и так далее. И тут рухнул весь мир. Потому что я там... Ну, то есть я поняла, что вся моя жизнь была для него, вокруг него. Я не... Знаешь, как... Не умоляю его достоинств. Он, конечно, многое для меня сделал в моей жизни. Я выросла рядом с ним. Где-то он меня поддерживал, где-то поддерживала его я, да. Но вот тут вот что-то пошло не так. Найти причину, почему он нашел себе какую-то подругу, я не смогу и не хочу, наверное, искать сейчас, да? Ну, вот она была. И я такая... Ой, а что делать? Я даже не плакала. Ну, вроде как надо плакать. Ну, как надо. Кто как. Да. А потом-то и выяснилось, что я вообще плакать не очень-то умела. Научилась после развода только плакать. Положительные моменты развода научилась плакать. Положительных моментов развода устанем считать. Да, к этому позже. И, соответственно, что-то вот откололось. И рухнуло все. И на следующий день у меня как раз был мастер-класс в моем салоне для моих сотрудников. До сих пор моя Маша вспоминает, что Наталья, это был ваш лучший тренинг в моей жизни. Потому что Наталья нажралась полосердина. И вообще такая спокойная, как удав. Мне было все равно, что я говорю. А в голове-то все равно знания никуда не денешь. А ты не поговорила с ним? В этот момент нет. Потому что все тусовались, тусовались. А мне, как всегда, я тусуюсь перед работой всегда. То есть если я на работе, знаешь, вчера была тусовка. Я поехала рано утром на работу. И мы не поговорили. Но по телефону... А, он там хлопнул дверью, сказал это все. Я специально это сделала, что ты ревновала. Ну, думала. И потом я вернулась, чтобы поговорить. Но мы так и не поговорили. Потому что он тоже опять психанул, куда-то уехал. Понял, что все закончилось. Вот в тот момент реально все закончилось в таком формате, что даже я слишком спокойна была. Я не стерила, не орала. А вот он начал нервничать. И потом мы поговорили спустя, наверное, сутки. Я съездила к подруге, долго с ней разговаривала. Она тогда меня реанимировала. Спустя сутки мы поговорили и пришли к выводу, что без попута все, ничего не было. Оступился. Окей, хорошо. Я теперь искренне каждой женщине могу сказать, один раз можно. Вот так вот. Вот прям правда. То есть ты как бы нормально решила, что... И тогда я прям это... Сейчас важное слово проработала не скажу. Тогда я еще не знала, что такое проработала. Тогда я приняла эту ситуацию. Но тут же надо же научиться доверять теперь заново. Теперь да, и как? У тебя это... Ну, справилась. Было сложно, но я справилась. Потому что, ну, я же... Мы договорились, что я никогда это не вспомню, что я никогда... Тут мы... И вдруг я поняла, что почему это все произошло. Потому что смысла жизни-то особо не было. Ну, тусовка, работа, деньги, тусовка, работа, деньги. Все. А, извините, а что мы живем-то? Детей нет. Ничего это. И даже не планировали к тому моменту детей. И вот я думаю, так, ладно. Раз мы такие дураки, надо нормальной жизнью жить. Надо детей рожать. Ну, ты решила так. Да. А мы с ним сели, все это поговорили. Больше не никогда. Он тоже, да, что-то дал? Ты потому что даешь обещание. Я, значит, не вспоминаю. Да, естественно. Естественно. Он любил меня всегда. Ну, как бы мы очень много дали в этой жизни друг другу. И даже сейчас, что происходит между нами... А между нами происходит то, что ребенок-то произошел. И он, конечно же, тоже понимал, какой я дурак. Вообще, зачем я это делала? У меня все закончилось. Ну, то есть вы начинаете с чистого листа. Да, абсолютно. Ребенок. Через три месяца прям я забеременела. То есть все идет по плану. Да, все по плану. Все прекрасно. Почему-то вдруг по плану. Настоящая семья. Да. Ребенок, беременность, роды. Все это как-то классно, замечательно. А потом проходит какой-то год. Ну, что же такое, здравствуйте, стресс. Год. Ребенок не спит. Все у него вечно болит. Он прекрасный отец. Ночами мы не спим оба. Ну, там какие-то там... Ну, все равно там какие-то... Куда-то поехал там погулять с ребятами, там еще что-то. А я все время работаю. Он то работает, то не работает. Больдер вот так. И как-то действительно в какой-то момент опять появилась какая-то она. Случайная она. А тут уже не спустишь никак. Понимаешь? Ну, тормозит. Вроде ты говорила, что ты с пониманием, ты не вспоминаешь. Но он тоже как бы держится из последних сил. Что случилось? Не знаю, что случилось. В общем, появилась какая-то Лена. Как выяснилось потом я. Ну, просто я просто села вот так. Как зовут? Лена. Ты поняла пообщение? Что-то случилось? Ну, смски. Опять. Да. Опять их телефоны. Вражина, айфон с паролем уже. Насколько. К тому моменту уже с паролем. Был обычный стационарный телефон. Натроны просто отключить и все. Никакой Лены. Ну, это же как? Ты же специально не ищешь, да? А тут... Ну, само тебя находит. А потом, да. Как это? Сейчас эти лайфхаки. Почему? Проверь, что надо. Телефон всегда вниз. Это сейчас можно скрыть ватсап, чтобы не видно, кто написал. А тогда было нельзя. А почему? А что? А поведение? Естественно, поведение тоже видно. Ну, еще сели вот так в Макдональдсе, разговаривали. Я говорю, кто? Почему? Ничего не значит. Это будет для меня все. И это правда. Действительно так. Я понимаю, что это правда. Ну, это случайно. Ну, окей, ладно, случайно. Опять? Опять случайно. И тогда она тот... Мне кажется, вот тогда, после второй, началось мое, как это называется, нестинание, а растерянность. А что делать-то? И тогда я познакомилась с господином Лобковским в онлайне. И психология вошла в твою жизнь. Психология всю жизнь была в моей жизни. Простите за колобу. Но тут тебя покусал Михаил Лобковский. Нет, я не могла. После второго вот этого раза Лобковский... Лобковский тогда фраз... Вот здесь шесть правил. До сих пор не знаю, но есть одно. Типа, предупреждают один раз. Я думаю, не, ну как же так? Ты уже предупредила про это. Я забыла. А ты забыла уже? В тот момент, наверное, я забыла. Потому что у меня ребенок, у него же... Ребенку же нужен отец, там все дела. Вот. Тогда же мне попадает на глаза информация о том, что если вы приняли решение о разводе, нужно разводиться до трех лет. Ребенок. Если вы задумались. Я думаю, да, нет вообще. Да мы не разведемся. Ты тогда думала, что вы не разведете? Нет. Вообще нет. Нет, конечно нет. Мы столько лет вместе. Я думаю, нет, Лобковский вообще слишком категоричный и вообще ужасный человек. Как так можно? Столько лет в жизни люди вместе, все получится. Но потом, конечно, началось... И причем развод был не из-за женщин, а развод был из-за непонимания. Потому что мужчина часто как делает? Он там гуляет, а здесь... Если он павлин и дома ты думаешь, что ты самая лучшая, окей. А если дома ты не очень лучшая, то тогда ты начинаешь думать, блин, ну как так-то? Ну то есть надо же компенсировать, там накосячила, а тут компенсировать, да? Поэтому происходит так, что ты такая, не такая, ты то, не так, и что ты тут крутая, ну и так далее. Пошли претензии? Да, взаимные вот эти вот моменты. Угу. Угу. Причем я пошла к психологу. Он не пошел. Сначала я. Он даже не знал. Это вот как раз как только я про нее узнала, в этот же день я пошла к психологу. Причем тоже так случайно попала. Еще не могла к ней попасть. А она потом говорит, ой, у меня все отменилось. А я такая, ой, классно, у меня тоже клиентка отменилась. Она живет в моем доме, где я работаю. Удобно. Неожиданно удобно, да. И я приехала, ой, пришла к ней поговорить на часик. Часа через три с половиной я ушла, и то не хватило. Ушла, потому что деньги сидела, экономила, смотрела на часы. Ты поняла, что делать, когда муж изменяет? Что нужно делать, когда муж изменяет? Ничего не делать. Просто понять... Понять, простить и отпустить? Отпустить подходит. Понять, простить, конечно, да, обязательно. В первую очередь заглянуть внутрь себя и понять, тебя это устраивает или нет. Наконец-то ты к этому пришла. Ну, то есть, если ты понимаешь, что когда... Даже, неважно, изменяет, бьет, что-нибудь еще делает. Если тебя это устраивает, окей, живи с этим. Если нет, начинай что-то делать. А что делать, когда у тебя малолетний, малогодовалый ребенок там, да, или там еще что-то? Занимайся собой. И я начала анализировать вообще свою жизнь, что я чувствую. В общем, начала идти к себе. Ты до этого к себе не шла? Ты не анализировала свою жизнь? Нет, я жила только нашей с ним жизнью, его жизнью. И жизнью ребенка в какой-то момент. Тогда еще не успела пожить. Я сразу начала думать о том, что надо что-то делать, потому что год мы, получается, пожили вот такими вот терками. А потом появилась, слава богу, появилась Лена. И я пошла к психологу. Так, ты начинаешь заниматься собой? Да, я начинаю заниматься своим внутренним «я», и спустя два года я к нему прихожу и понимаю, что все, хватит. Вы это все эти два года, что ты идешь к своему внутреннему «я», муж у тебя в наличии? Да, мы живем вместе. Вы живете вместе, вы спите вместе. Ну, плюс-минус, окей. Да, мы спим. Ну, точно, вы живете одним домом, у вас как бы семья. Да, у нас как бы семья. Каждый день семья, которая думает, что они будут вместе жить дальше всегда. Да, но все равно все эти скандалы, разборки, кто что не так сделал, они... Они постоянно присутствуют. А я начинаю ковыряться в себе, что же я не так делаю. Ты идешь по психологам тогда. Ну, то есть ты набираешься информацией. Да, скорее всего. Я не могу сказать. Я еще два года назад до того, как сама пошла, кричала. Ты ходишь в психолог. Да ты умная женщина. Зачем тебе надо? Ты сама разберешься. И я, которая кричала больше всех на свете «психологи» – это вообще ничто». Я иду, да. И однажды он тоже со мной сходил к этому психотерапевту. Мы с ней пообщались. Все нормально. Вроде там месяц нормально. А потом все равно какие-то стычки. И, в общем, спустя какое-то время я, конечно, понимаю, что надо завершать. А как завершать? Ребенок маленький. То есть надо, наверное, расходиться. Тут эти информации про три года, что до трех лет ребенку... Надо срочно расходиться. А ребенку два, а я не успею до трех. Нет, успела. Успела? Получается, что где-то в районе трех лет мы... Я ему сказала, наверное, тебе надо уехать. А, я, наверное, уеду. Я уехала с нашей квартиры ипотечной. Слава богу, мы ее продали за пять минут, мне кажется. Я съехала в съемную квартиру. Он остался в этой потом. Ну, в общем. И все, и мы с сыном уехали. А как это? Мой сын, он его ждал. Это второй его ребенок. Он мечтал о сыне. А я что, заберу? И у него нет, я не забрала. Да, пожалуйста, приходи. Приходил, был, что-то там спрашивал. Может быть, как-то. А я уже все. Уже понимаю, что как-то нет. Уже либо хорошо, либо никак. А хорошо не получилось бы? Уже нет. А потому что, когда ты растешь, а твой мужчина за тобой не идет, он тянет кандалами за ногу. Не расти, пожалуйста, давай будем в болоте. Тогда ничего не получится. То есть он до твоего уровня так и не поднялся, выходит. Ну, нехорошо так говорить, но да. Ну, как есть. Ну, то есть без обид. До уровня анализа, вот самоанализа, наверное, нет. Он пытался, он старался, но не получилось. Почему, мы не знаем. Еще же у нас все равно, как ни крути, помятуя, что я была у психологов все же из детства. Ну, конечно. Именно когда я первый раз попала к психологу, я поняла, что я сейчас делаю отразиться на жизни моего ребенка. И это было главной отправной точкой, что я должна разобраться в свою волшебную фразу «счастливая мать, счастливые дети». Вот прям как нельзя описывать ситуацию. Если мать счастлива, то и вот это «жить ради детей» и все вот эти сказки. Если между двумя что-то происходит, даже если они улыбаются, друг с другом и договорились на кухне, что мы будем жить только ради детей, все равно это не работает. На подсознании наших детей откладывается вся эта информация, даже сами того не подозревая, как мы это делаем. И я поняла, что надо жить отдельно. Потом у меня в мою жизнь пришли мои интернациональные поездки с моими тренингами. Я стала более, скажем, с широким кругозором. Я поняла, что я успешная, оказывается, а не просто так. Что я не просто так чемпионка мира и мастер маникюра, что я успешный мастер, что я сильный мастер, что я востребованный. И потом я начала понимать, что я нравлюсь мужчинам. Неожиданно. Неожиданно вдруг оказывается, что я достойна уважения мужчин, что я достойна внимания мужчин. А думала, что нет. Думала, что нет. Да, потому что я кому-то нужна. А, и такое тоже. Да, тоже это все было. Но опять-таки сейчас, проработав вообще все-все-все, я ему только благодарна. Потому что когда мы разошлись, я могла позволить решать сама за себя. Я могла позволить жить своим сердцем, полной своей грудью. Я могла делать ребенку праздник, который я хочу, да, а не, блин, нет, это, наверное, не очень. Это же не по-мужски. Ну, там, я не знаю, машинку надо купить вместо уточки, а ребенку год. Какая разница, что ему купить? Ему и то, и то классно. Ну, это и так. Вот. Поэтому в любом случае все равно главное, когда у тебя есть ты. И когда я поняла, что у меня есть я, вот тогда... Вот тогда ты началась. Я родилась в 2018 году. Тогда я родилась, да. Ты не хотела вернуть вот назад все? Чтобы исправить? Да. Я счастлива от того, что было все. И когда мы сейчас, мы общаемся, конечно, сейчас, он приходит к сыну, иногда меня ненавидит, иногда мы нормально общаемся. Но я всегда стараюсь, чтобы мой сын... Когда два раза мой сын увидел, как мы друг на друга орем, и он флакал, и вот тогда тоже вот эти моменты, это уже были эти как якорьки, что назад пути нет. И сейчас, понимая... Вот эта вот фраза «второй раз в воду не ходят», да? Я что, там, два раза ходила? Хватит уже. Сколько можно? Да, потому что не меняются люди, нет. Они меняют свое отношение к жизни, да? Но не меняются. Очень много знаю историй, где мужчина один раз гульнул, а потом они суперсчастливая семья еще 20 лет после этого. Знаю, потому что клиентов-то много у меня очень. Историй много. Да, и я искренне... Когда мне говорит там кто-нибудь из моих знакомых, он там пошел налево, подожди, не разводи сразу. Вот правда, ты сначала сделай все, чтобы сохранить, чтобы потом, когда ты дверь ухлопнешь, ты не подумала, блин, зачем я это сделала, чтобы этого не было. Потому что когда ты сидишь и понимаешь, ну, я сделала все, что могла, я поговорила, я сходила к психологу, там, я не знаю, ну, сделала там что-то еще у каждого, свои истории, да, и все, ну, и не надо быть врагами, на мой взгляд. Вы друзья? Он со мной нет, а я с ним, да. Какой у вас. Ты была инициатор развода, ты же инициатор хорошего отношения. Конечно, конечно, потому что для меня важно психическое состояние моего сына. Если он будет думать, что я ненавижу его, если он будет думать, знать, догадываться, что я ненавижу его отца... А ты не можешь ненавидеть его отца, мне кажется. Не могу, не могу. У меня даже... Я иногда, ну, один на один с собой находишься, я прям даже в храме Богу спасибо говорю за то, что у меня здесь чисто. И когда я это поняла, и мне кажется, вот тот момент такой счастья, да, что у меня нет того, что у него есть ко мне. То есть у него есть там досада, обида, что-то есть, потому что он это проявляет. Но в общей своей истории, конечно, все прекрасно, все замечательно, и все идет как идет. И если спустя 10 лет вам надо бы поговорить, разойдемся или будем жить дальше, лучше поговорите, разойдитесь, если вы друг к другу там начертаны судьбой, всевышним, кто кому как, все равно будете вместе потом когда-нибудь. Ну, моя такая сейчас философия. Да, я слышала, такие истории действительно есть. Я сама знаю, как у меня, у девочки, мама два раза замужем была за папой, а между ними еще двое. Ну, то есть... И такое бывает тоже. То есть, ну, по факту, вот ты про три года сказала, в три года не то чтобы кризис, нет. Просто к трем годам ты начинаешь думать, ой, мы так долго вместе. Ты немножко взрослеешь, может быть, вырастаешь в этих отношениях. И тогда почему начинается проблема? Потому что кто-то не может договориться, чтобы идти или не идти дальше. И все. Ну, мне так кажется. А сейчас я точно знаю, что отношения спустя 10 лет надо реально пересмотреть. Если кто-то хоть один на секундочку несчастлив, ну, там прям, что-то мне не нравится ее вот эта вот привычка покупать сиреню, к примеру, да. Давай поговорим об этом. У нас же проблема как? Мы не разговариваем. Мы не разговариваем, да. Мы не разговариваем. Мы не разговариваем. Почему-то. Потому что у нас принято у женщин испокон веков терпеть. Ну, потому что нет, вот этого вообще нет. В принципе, что надо сесть и поговорить спокойно. Бить посуду есть, кричать есть, устраивать скандал есть. Но чтобы сесть за стол переговоров и просто без обид сказать, ты знаешь, я себя чувствую плохо от того, что ты выбрасываешь купленную мной сирень. Может быть, ты скажешь мне, в чем проблема? Почему ты ее выбрасываешь? В чем проблема? В сирене или во мне? Да, вот это вот нужно как-то нам, конечно, учиться разговаривать. За что? Воды-то главное. За любовь. За любовь? Конечно. Есть она? Конечно. Да, слава богу. Ты знаешь, это прекрасная история. Пора путь к себе. Быстро. И быстро и по делу. С кучей советов. И я надеюсь, что они кому-то помогут. Потому что путь к себе у всех разный. Мы разными путями находим себя. Главное найти. Разрешить себе быть счастливой. И разрешить себе быть счастливой. И за это тоже. За то, чтобы разрешить себе быть счастливой. Спасибо тебе большое. Мне очень неожиданная вся эта история. Роберт, ты можешь быть свободен. Смотри, как мы. Мне будет приятно. Бинго. Прям минут в минуту. Но мы не сняли, как Наташа зашла. Хочу вам напомнить. Спасибо. Пожалуйста. Да. И вы как бы, если бы не я, если бы не женщина. Нет, вообще на самом деле. Если бы не женщина, не было бы мужчин. Не было бы мужчин. Не было бы мужчин. Но это было бы мужчин. Спасибо. 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 Продолжение следует...